Мортон Стрит 44 Есть сентиментальная минута, представляется, у меня довольно много общего Ну, а часть того, что он приехал сюда возле 33-х лет, я приехал возле 32-х Это великий поэт Это фотография, довольно посредственного качества, видимо, не помочь На которой слева стоит Стивен Спендер, Джон Ашбери, Уистон Хью Олден и, как бы сказать, Майами Уллс Это буквально через две недели после отъезда Это тоже довольно замечательная фотография, то есть это одна из самых лучших компаний, в которой мне, когда его доводилось, оказывается Слева это мой приятный Дерек Волкер Это совершенно замечательный поэт из Вест Индии, из Острова Сент-Душа То есть это, я думаю, на сегодняшний день лучший поэт, который пришел там в близких Рядом с ним я Это после одной из операций на сердце Рядом со мной Замечательный польский поэт Адам Загаевский Рядом с ним еще один замечательный американский поэт Маркс Чвен Это римские мраморы, это, в частности, это замечательное поэт лицо Это жена императора Адриана Здесь грустное лицо, но у нее были основания для этого, потому что муж был, как бы сказать, Муж не предпочитал особо другого пола Это, опять-таки, Олден Слева Справа это мой сын возрастом 5 лет и его мать Внизу это Анна Андреевна Ахматова Фотография на Пельбалмесе, начиная с 1924 года А ниже, рядом, наверху, это замечательный переводчик английской поэзии, американский поэзии на русский язык Андрей Сергеев с его женой Ниже Виктор Петрович Голушев, переводчик американской прозы Великий переводчик, на мой взгляд, со своей женой Что еще? Эта медаль получена Это литературный лево Это то, что выдаются библиотекой У города Нью-Йорка На стене Довольно замечательная То есть, опять-таки, замечательная поэтесса Мэриан Муэр Это Анна Андреевна Ахматова Фотография, которую я сделал сам Она опубликована, кстати Возможно, я не знаю Возможно, я рад Внизу это бюст Пушкина работы покойного Ильи Слонима Замечательный был скульптор Это рядом Кау Профер Примерно за два года до его смерти Это издатель Глава издательства Артис И мой большой друг То есть, человек, собственно Ради которого, или из-за которого я и приехал в Соединенные Штаты Это мать Это отец с котом Это балкон На улице Песля Это отец, наверное, был 25-26 лет Это опять-таки мать-отец Мать, мать Дерек Лоук, это я Папа Римский, Томас Вянслова Константин Калафин Виникальный греческий поэт Сзади портрет адресата многих моих стихотворений И кроме того Фотография сделана моим отцом, когда мне было 15 лет С собакой Ну, там вот это То есть, это единственное доказательство У меня существующее, что у меня было детство Прямо из кабинета выход в садик во дворе И снимая этот садик Так, на всякий случай Я подумал Как бы славно было бы снять поэта здесь С его друзьями С друзьями его юности Увы 10 июня 10 мая 1972 года Разрался лифом и звонок У меня утром дома И меня попросили прийти в Авиев То есть, на улице Желябова Я в тот день был чрезвычайно занят Действительно, до 6, по-моему, вечера То есть, у меня какие-то дела были на фильме Я дублировал У него уже чисто Кроме того, мне надо было открывать какие-то переводы в тот день Кроме того, несколько человек Я сказал вам, что не могу Надо сказать, что это вообще довольно диковато Когда вам звонят из Авиева А по тем временам это и вообще было Как бы сказать, громом съяснено И так далее, и так далее Но насколько был в тот день занят Что, просто я даже не успевал в этом подумать И они мне сказали, значит, ну вот придите в 6 часов Когда вы освободитесь И я к ним вертелся И потом я перешел туда в 6 часов А там никого не было Значит, там стоял милиционер Который открыл мне дверь Который открыл мне внутрепровещение Ну, здесь сидел человек В штатском полежке по ткани полковника Попадает ли что-то вроде этого И, значит, состоялся разговор То есть, ну, чтобы сократить этот разговор До существенного Эту беседу Он мне сказал У вас, значит, у вас есть мизор из государства в Израиле? Я говорю, да, если бы меня спрашивали Даже целых два Он говорит, почему бы вы им не воспользовались? Почему бы вы им не до сих пор не воспользовались? Я говорю, кстати, я буду им воспользоваться Я не знаю, это люди, которые мне Их его прислали, по крайней мере И кроме того, я не намерен ее Достаться в Израиле Но он говорит, может быть, вы не воспользовались ими Потому что мы, представляешь, мы вам не разрешим Я говорю, ну, коли вы уже меня спрашиваете об этом Туда, думаю, что Это мне приходило в голову Это было не последнее и не первое соображение По которому я не воспользовался ими Значит, он говорит, а какие были первые соображения? Ну, я ему начал говорить, что, в общем, в конце концов Почему я должен туда ехать и так далее, и так далее В конце концов, это самое Это не менее мое место, чем его место, этот город, и так далее Ну, в общем, это все, значит, изящная сововестность Все это было, значит, пока Мясновы И тут такая милицейская вежливость Или полицейская вежливость Внезапно Тон переменился И он говорит, ну, вот что Бродский Я сейчас не дам заполнить бумаги Ну, такой нормальный переход, да Значит, в кратчайший срок мы, значит, все рассмотрим Вот и вынесем решение по Значит, я говорю, а если я, значит, откажусь за планетку Ну, я говорю, тогда, я цитирую Тогда в чрезвычайно обозримом будущем Это началось довольно горячее время Ну, мне было тогда уже, что, 32 года, да Там, я, скажем, там, трижды сидевшие Два уже, значит, сидевшие в этих самых mental institutions И так далее, то есть и все остальное, да Ну, в общем, вроде, особенно мне этого объяснять не надо было Ну, вот, и я понял, что происходит Ну, вот, и, значит, вошла дама, которая, значит, принесла бумаги Я запомню эту бумагу Там было всегда довольно комично Потому что там надо было указать себе городства, да И приглашение, по-моему, если я не ошибаюсь Имя человека, которое мне приглашал, было Если я не ошибаюсь, Иврияков То есть, что значит Иврей-Яков Я говорю, ну, каково мое степень радствовало, значит, к этому самому городу Господину Он говорит Пишите внучатый племянник Что я им писал Ну, я человек, как бы сказать, я не знаю Ну, в общем, я, как бы сказать, всегда предпочитаю грех, которые мне говорят, что я это выполняю Ну, вот, и, значит, вот как это все произошло Это было, значит, в пятницу, если я не ошибаюсь А в понедельник снова градов утром раздался звонок, значит, и вот мне было сказано, что по-вашему То есть, примерно в 9-10 утра, то есть, я не знаю, когда они там заседали эти дневные диаги и решали То есть, все понятно, значит, что никаких написанных решений не было, это просто нормальность И в понедельник утром они мне позвонили, сказать, что по-вашему, значит, делу вынесены благоприятные решения Вот, зайдите, пожалуйста, заполните, значит, и сам папиры, и так далее, и бумаги, и все остальное Что я сделал? Мне нужно было получить характеристику, я не помню, откуда, записать, но я группком, если не ошибаюсь Они были совершенно замечательные вещи, совершенно замечательные, то есть, такой характеристик, наверное, мавзовек власти Они, значит, с 4-с годом на чек оттроют И, в общем, потом началась торговля, когда уезжать И поскольку, сколько я видел, что они заинтересованы, чтобы я уезжал, я пытался всегда оттянуть, да? Там я думал, мало чего произойдет тогда Ну, торговля, в общем, далеко не зашла, то есть, было не очень успешно Я думал, что, в общем, каким-то образом я может оттянуть до конца лет, там, да, осень Он сказал, 4-й июня, последний срок, я говорю, а что произойдет? 4-й июня, он говорит, у вас броски, вы уже сдали свой паспорт То есть, ну, чек без паспорта, и так далее, все понятно И 4-й июня 72-го года я сел самолет Как сложилось в вашей жизни здесь? Я преподаю в пяти колледжах в штате Массачусетс Это отсюда кремительно 3,5 часа на машине Это пять колледжей, это Smith, Amherst, University of Massachusetts, Hampshire, and Mount Holyoke И Mount Holyoke Я преподаю там изящную словесность Два раза в неделю Ну, это не то, чтобы не били лежачие, потому что много студентов И поэтому очень приходится довольно много, что приходится более-менее Не все время занимаешься тем, чем хочешь, а хотелось бы заниматься Что еще? Это значит работа Кроме того, я сочиняю всякие статьи Когда, значит, статьи или рецензии не нужно знать что Которые мне заказывают По-моему, все прочее, я стараюсь сочинять стишки, когда я могу, а когда получается. С кем я обижаюсь? Я обижаюсь с себе подобными, то есть с людьми. Вы говорите на русском языке и на английском. У вас две сферы общения, русская и английская сферы общения. Мне бы хотелось сначала, чтобы вы определили свою русскую сферу общения, с кем вы общаетесь из русских людей. А потом, как у вас это происходит, работа поэзии и на русском, и на английском языке, пишете уже и на английском языке? Я вижу по-английски главным образом статьи, хотя это действительно написание некоторых количеств стихотворений, но это просто так. Ну, в конце концов, когда живешь в некой языковой среде, то, в общем, начинаешь испытывать невольное, ну, не то чтобы давление, невозможно-таки сообразно, продемонстрировать, что ты можешь и в этой среде функционировать адекватно, как писатель, как литератор, как поэр, в частности. Масса голосов, включая внутренние, говорят, что Иосиф не делай этого, не переходи на английский, не покидай свой, что называется, культуру, литературу и всё остальное. И это, значит, один способ бороться, то есть способ бороться с искушением или полной борьбой с искушением. Но, с другой стороны, я знаю, что все дела с искушениями самого разного порядка. Чем дольше, то есть если ты довольно долго сопротивляешься, то вполне может кончиться неврозом, да, и поэтому время от времени может быть разумным искушением поддаться, да. Ну, эта психология, я думаю, поймет любой алкоголик, да. И время от времени я подаю с этим, у меня искушение действительно пишутся по-английски и так далее, и так далее. Но это, в общем, у меня никаких амбиций, так скажем, превратиться в англоязычного поэта. Не было, нет, и, как я полагаю, уже не будет. Что касается русских дел, с кем я общаюсь, я общаюсь, в общем, я полагаю с довольно ограниченным кругом людей. Ограниченным естественным образом, то есть он основан на, в общем, их чисто, ну, я не знаю, звериных симпатиях, антипатиях, да, 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 да. То есть, это вообще, как правило, те люди, которых я, в общем, знал и в предыдущем воплощении, то есть в СССР, и новых таких, как бы сказать, человеческих приобретений, чрезвычайно немного, может быть, один или два индивидуума. То есть, примерно, там, скажем, круг моих русских связей, ну, в общем, я думаю, сводится примерно к пяти, к шести, к семи индивидуумам. Довольно много телефонных звонков, довольно много почты и так далее, и так далее. Довольно много разнообразных людей, на которых натыкаются, то есть просто приезжают бывшие соотечественники и так далее, и так далее, с которыми, в общем, я более-менее общаюсь. Ну, это, в общем, абсолютно нормальное существование. И, разумеется, большинство, то есть отражающее, то есть истинное положение дела, то есть процентную, как бы сказать, норму русских в Соединенных Штатах, в общем, большинство, конечно, людей, с которыми я имею дело, это люди, говорящие по-английски, не говорящие по-русски. Интернетики вполне, как мне представляет, вполне естественное положение дел, и я думаю, что, скажем, два языка – это норма, то есть вполне нормальная, как бы сказать, ситуация для индивидуума, ну, то есть, я не знаю, в России в 19 веке. Ну, в общем, Россия была двуязычна, по крайней мере, то есть, или по крайней мере, русское образованное общество. А было двуязычна до, примерно, примерно года до 17-го, да. Вот, это, с 17-го года, я думаю, началось, как бы сказать, то есть технический термин для этого явления, для одной из, то есть для, ну, для феноменов, когда человек говорит на одном языке – это моноглот. Да. Вот это моноглотничество не началось, примерно, в 17-м году, и поэтому, значит, там, на сегодняшний день представляется несколько уникальным и странным, что человек говорит, существует двух языков, двух культур. На самом деле, это очень такая норма. И, в общем, это не представляет собой огромной такой нагрузки или давления. Что называется, стиховский, я пишу просто по-русски. Я уехал, когда мне было 32 года. К тому времени я был, видимо, физиологически и всякой психологически существовавшимся, то есть, забыть я уже русский язык не мог. Вы упомянули о своем предыдущем воплощении на территории Советского Союза. Как у вас здесь сложилось отношение к государству? А здесь, например, отношение к государству нет. Гражданин этой страны или обитателей с государством сталкивается только, по-моему, в общем более-менее на протяжении года дважды. Первый раз, это когда, значит, вот в апреле ему надо платить налоги, да. И второй, в том случае, если он собирается поехать за границу, ему нужен Пасху как таковой, да. Поэтому, значит, он отправляется в федеральное агентство и получает этот паспорт, да. Но это все, ну это просто минут, то есть, примерно два часа в очереди. Зависит от места, впрочем, потому что там, скажем, если в Нью-Йорке два часа в очереди, только вот стоят им часа полтора, да. Потому что довольно много людей здесь. А, и не так много их самых контор. А в других городах это иначе. То есть, ты входишь, платишь там 10-15 долларов, получаешь эти самые, получаешь паспорт. Ну и все. То есть, с государством у меня никаких отношений абсолютно нет. Абсолютно никаких. Единственное, что я могу сказать, что, в общем, чем замечательная эта система, тем, что она тебя оставляет абсолютно в покое. То есть, это замечательно. Самая лучшая, что вообще может любая социальная система сделать по отношению к индивидууму. То есть оставить его совершенно в покое. Не лезь. Ну и так далее, и так далее. И это, значит, имеет место быть. У вас возникает ощущение очень сильное, все время возрастающее, что вы сами по себе. Что все более-менее нечего ни на кого сваливать. Что, самое, что если кто-нибудь в чем-нибудь виноват, то только ты сам. Что все зависит значительно от тебя самого. Например, люди сильно пьющие, пившие в отечестве, да, приезжая сюда, как ни странно, в общем, то есть мы за малыми исключениями завязывали. То есть я не хочу репендовать Америку в качестве, там скажем, это самое, средство вот этого самого способа избавиться от другой привычки. Но потому что, в общем, я думаю, что это происходило, потому что человек более-менее пьет, и старается забыть себя, и так далее, только когда он абсолютно без помощи. То есть когда он осознает, что он, в общем, осознает, что он, в общем, что-то может сделать, и кто-то может изменить суть существования и так далее, да, он, в общем, начинает из себя с определенной долей ответственности, да. Есть повышенность, слишком более отчёркивая, или… с низкой более, в общем, заметной долей ответственности. То есть, в общем, он понимает, что, в общем, что-то можно сделать, да, то есть должен изменить свою судьбу обстоятельства. Не то, чтобы заработать больше, да, но просто от тебя что-то зависит от самого, да, то есть не на кого сваливать, значит, неудачи, когда ты говоришь, это ты виноват, да. Потому что ты виноват, в общем, надо каким-то образом себе разобраться, и там, скажем, если есть такой, скажем, недостаток или порок, значит, ставите палку, то, в общем, можно попытаться от этого недостатка или порок избавиться. И, не знаю, кроме того, существование здесь, то есть настолько многообразно, то есть сталкиваешься с таким многообразным человеческих типов, судеб, уделов, фантазий и так далее, и так далее, что, в общем, начинаешь относиться к себе несколько менее всерьез, нежели, скажем, к предыдущему воплощению. Я, например, когда сталкиваюсь с отечественниками, которые приезжают сюда, и они начинают мне рассказывать про те некоторые обстоятельства своего существования, я, в общем, более-менее уже диву даюсь, в какой степени люди относятся всерьез к самим себе. То есть, на меня, там, скажем, русский язык производит впечатление индивидуума, который действительно, который абсолютно убежден, больно ли у него, на сознательном и бессознательном, что он с ними центром мироздали, что все вверху к нему. Чем замечательного, в общем, может быть существование вот в этой республике, да, то есть, в этой демократии, то, что действительно ты понимаешь, что ты, ты понимаешь, как велик и разнообразен контекст, да. Чтобы просто орать и настаивать на том, что, значит, вот кто-то такой, и так далее, и так далее, и всем доказывать, и, в общем, гордиться этим чрезвычайно, оснований очень особо никаких нет. И, по крайней мере, оснований менее значительны, нежели. То есть, совлазно этого нет, да. Как правило, скажем так, что человек приезжает, то есть, садится и начинает рассказывать громким голосом о тех несправедливости, которые были учеными по отношению к нему, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, спора нет несправедливости, навалом, и так далее. Ну, в общем, на все это смотришь, я на все это смотрю нескольким уже диковатым и отстраненным глазом. Ну, это, вот это, ну, что еще можно сказать? Ну, масса, то есть, характер эта страна не меняется, она не может изменить темперамент, она не может изменить ваш характер. Но, скажем, в неком роде она может вас здесь успокоить, хотя я не знаю, является ли это, в моем случае, заслугой системой и, в принципе, возрастом. Ну, я думаю, что я мог бы стать более истеричным существом, нежели то, по которому я теперь являюсь, живя там, где я родился. А в конце интервью Наталья Шарымова попросила Иосифа почитать стихи. Стихотворение, свой стихотворение Пушкина. Я очень прочую свой стихотворение, стихотворение Уфлин, да. Стихотворение называется «Рождественская звезда». Написано, это просто, я, кстати, на каждой рождественной написать стихотворение. Стоит день рождения, представь, и так далее, и так далее. Стихотворение очень простое и короткое. «Рождественская звезда» В холодную пору, в местности, привычной скорее к жаре, чем к хомбуду, К плоской поверхности более, чем к горе. Младенец родился в пещере, чтобы мир спасти. Его, как только в пустыне, может зимой мести. Ему все казалось огромным. Грудь матери, желтый пар, Из воровьих, ноздрей, волквы, Балтазар, Гаспар, Михеох, Их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой, И точкой была звезда. Внимательно, не мигая, Сквозь редкие облака, Належащего в ясле ребенка Издалека, Из глубины вселенной, С другого его конца. Звезда осмотрела в пещеру, И это был взгляд отца. Уфлинт, Уфлинт, А, Если я помню только. Мир человеческий изменчив, По замыслу его когда-то сделавших, Сто лет назад сильнее любили женщины, А в наше время чаще любят девушек. Сто лет назад ходили оборванцами, Неграмотными в шкурах покоробленных. Сто лет назад сильнее любили Францию, А в наше время чаще любят родину. Сто лет назад в особняке помещичем, При сальных отрувающих свечах. Всю жизнь свою прожить чужим посмешищем легко могли бы, Но сейчас, сейчас не любят нравственных коллег. Веселых любят, полных смелости, Таких, как я, веселый человек, И вечный представитель современности. Вот это то, что я хочу сказать, В частности автору этого свечения.